На фестивале «Темп» воспитанники детского сада номер 41 и их родители представили профессию пограничника. Мини-спектакль они готовили несколько месяцев, писали сценарий, искали реквизит, проводили репетиции. По итогам конкурса им вручили диплом участников. Мы посмотрели, как выступали другие команды, и я надеюсь, что в следующем году мы возьмем такой опыт и будем как бы более активно участвовать. Ну, сами знаете, что самое главное не победа, а главное участие. Честно говоря, больше переживали за детей, потому что на сцене они еще не выступали и, так скажем, думали, что все-таки увидев зал, у них будет небольшой ступор, но дети молодцы, выступили просто шикарно с нашей точки зрения. Победителем фестиваля стала команда детского сада номер 16. На суджюри они представили профессию моряка рыбного флота. Это было первое совместное выступление родителей и малышей. По мнению участников, они отлично подготовились и доказали самим себе, что они лучшие. Я заметила, что дети после выступления, это совершенно из разных семей, они стали очень дружные, помогают друг другу. И такое ощущение, что они как брат с сестрой. То есть они познали таких тяжбых подготовки, прошли такую подготовку к данному конкурсу. И дети с очень большим удовольствием посещали репетиции, старались. В финале театрального марафона профессии приняло участие 15 команд, 13 детских садов, 2 школы. В каждой по 4 человека, 2 ребенка и 2 родителя. В этом году темой фестиваля стали сразу несколько профессий. В этом году, поскольку это был, у нас сейчас идет год отца, год памяти и славы к 75-летию победы и год народного творчества, то именно вот в этом направлении были выбраны профессии. Большой раздел был посвящен военным профессиям пограничник, как танкист, летчик, как гражданский, так и военный, моряк-подводник, моряк рыбного флота и так далее. Темп проводится в рамках городского проекта «Профтренд», который направлен на профориентацию детей. Во время подготовки к фестивалю малыши узнают о различных специальностях и старинных ремеслах, учатся работать в команде. Они знакомятся с особенностями того, что происходит в театре и на сцене. Это первое. А второе, они когда готовят свои профессии, свои постановки, они узнают что-то еще и о других совершенно непривычных для них в быту профессиях. Всем участникам фестиваля вручили дипломы и билеты в Саровский драматический театр.